Меняется экономическая ситуация в России. Я думаю, что и здесь, в Севастополе, это уже тоже начало чувствоваться. Уходят старые модели экономического развития, которая базировалась в основном на экспорте сырья, нефти, прежде всего, и газа. На тех доходах, которые получались от этого, в этот кризис цены на нефть не поднимутся. Поэтому в России нужно менять систему. По мнению уполномоченного по правам предпринимателей при президенте России, для бизнеса в стране настали по-настоящему сложные времена. И если сегодня не поменять всю систему взаимодействия бизнеса и государства, экономика России может оказаться на мировых задворках. По мнению Бориса Юрьевича Титова, такая новая модель должна отвязаться от прежней модели нефтяных сверхдоходов и сконцентрироваться на модернизациях, инновациях, изменениях в банковском законодательстве и дополнительных методах переработки сырья, которые сегодня в России не используются. Существенным довеском в экономику страны послужит и вывод малого и среднего бизнеса из тени. Там огромный потенциал только за счет того, что вывести его из тени, а сегодня по нашим подсчетам больше 50% в тени, это уже несколько процентов прибавки к ВВП. Только за счет создания условий вывода его из тени. Проблему получения кредитов для представителей бизнеса Борис Титов предложил решать с помощью дополнительной денежной эмиссии. Омбудсмен уверен, что объем денежной массы в России значительно ниже, чем в других странах, и это не приведет к инфляции. Во второй части заседания Столыпинского клуба выступил Алексей Михайлович Чалый. Он представил свой новый законопроект о регулировании земельных отношений на территории Севастополя в целях реализации инвестиционных проектов участников свободной экономической зоны. Алексей Чалый предлагает на уровне закона закрепить прямую зависимость арендной платы за землю от эффективности ее использования. Очень много ценной, хорошей инфраструктуры было взято неэффективными собственниками. Я не буду называть компаний, вы, наверное, их хорошо знаете, которые сидят на гектарах земли много лет, никакого производства нет, и не планируется, и никогда не будет. И, наверное, это не здорово, когда город ничего с этим не может поделать. То есть, по крайней мере, нам надо предотвратить ситуацию, когда она снова такая возникнет. Согласно законопроекту, собственник бизнеса, который будет развиваться по заявленному бизнес-плану, сможет вообще не платить за землю. Стоимость ее аренды будет вычитаться из его налогов. А если земля простаивает или используется не по назначению, то закон позволит вернуть ее городу на законных основаниях. В этом и скрыт главный эффект прорывного законопроекта. Предприятия, которые работают по целевому назначению и достаточно эффективно, аренду за землю вообще не платят. А вот те, кто вдруг захотел женичать, извините, втихую по-другому использовать землю, которую взял под другое назначение, или не может организовать эффективную деятельность, ему придется очень серьезно раскошелиться. Идея инвестиционного законопроекта принадлежит Алексею Чалому. Разрабатывала документ целая группа юристов из Санкт-Петербурга. Она же участвовала в написании федерального закона о свободной экономической зоне. Одна из основных задач местного документа – он должен быть чиновника независимым. Алексей Чалый подчеркнул, что принять документ хотелось бы в эту каденцию. «Трачка, я думал, будет серьезная, потому что это сразу обнуляет все маневры на стороне. Вот зайди ко мне, договоримся, мне в Фейсбуке напишите, порешай на вопрос. А что, вы не слышали? Но вы отстали от жизни. У нас методы инвестиционные, они своеобразные». Комментируя предлагаемый Алексеем Чалым законопроект, Борис Титов отметил, что после его подробного изучения он обязательно включит предложение народного мэра Севастополя в программу «Экономика роста». Она в ближайшее время будет рассматриваться в специально созданной комиссии при председателе правительства Российской Федерации. По словам мудсмена, данный законопроект вполне можно интегрировать не только в Севастополь, но и во все остальные регионы России.